это время появления аллергии дело в том что аллергия которая появляется осенью она как правило отмечается самой самыми наверно мощными симптомами и так далее плюс еще общая истерия по поводу пандемии ну и мне хотелось бы несколько слов сказать об этом чем отличается все-таки аллергия и симптомы аллергические от симптомов которые связаны с вирусами можно ли это отличать вы должны знать что заложенность носа повышенное слюнотечения ощущение отхаркивания даже покашливания сухого кашля это обычно симптомы аллергии что же вызывает осенью аллергию это может быть последние виды цветения растений амброзия лебеда ну в каком-то месте тополиный пух даже вторичное его цветение плюс плесень сейчас влажность повышается спорование грибов спорование плесени появление этого всего воздухе заставляет человека или человек начинает на это реагировать обычно это происходит в виде возомоторного ринита общего синдрома заложенности носа появляется первое ощущение сухости в носоглотке после чего увеличивается количество реакции и начинается зуд в слуховом проходе в ушах могут отделяться и появляться белые чешуйки которые в слуховом проходе находятся и появляется общий общий симптом слабости даже небольшое побаливание в носоглотке и в горле увеличение лимфоузлов подъязычных это все является симптомами аллергии конечно же случае с ничего не помогает я конечно же хотел бы порекомендовать все-таки обратиться к врачу случае если такой возможности нет можно попробовать использовать то руководство которое я сейчас дам народные способы и так далее самый простой народный способ заключается в том чтобы взять кусочек ватки и смочил предварительно водку и отжал поставить в левую ноздрю и в правую ноздрю и носить на протяжении дня перед самым сном можно снимать но он такой не очень удобный хотя я могу сказать по своей эффективности превосходит все остальные конечно же если вы придете к врачу врач вам назначен капли для носа глюкокортикостероидные какие-либо там может быть дексаметазоновые или еще какие-либо их там очень большой ряд в случае если вы захотите лечить это фармакологические вам назначат препараты допустим тавигел или второго поколения цитрин и так далее от себя хочу сказать что с успехом можно использовать питье обычной соды в это время когда вы начинаете болеть аллергией очень поможет питье соды по утрам то есть питье соды выглядит таким образом утром после завтрака или до завтрака необходимо взять пол чайной ложки соды развести холодной водой или теплой водой и медленно не торопясь выпить через 30-40 минут необходимо приступить к употреблению пищи и делать это при аллергии необходимо 2-3 раза в день после ощущения что симптомы аллергии исчезли необходимо отменить прием соды больше ее пить незачем также в случае если есть народный способ употребления магнезии берется магнезия соль магнезии и принимается по четверть чайной ложки без разведенной в воде как бы рассасывается во рту делается это как можно чаще на протяжении дня это тоже убирает отечность носа убирает аллергическую вот такую ярко выраженную реакцию и так далее случае если у вас на фоне аллергии появляются бляшки в ухе и появляется отслоение которое сопровождается зудом можно использовать небольшие турундочки смоченные перекись водорода на одну-пять минут делая это на протяжении дня два раза все совершенно безопасно и первое второе третье это экологично в общем то никак не мешает нашему здоровью и никак не вредит случае если вы все-таки продолжаете отекать у вас появляется отек винки вам следует следует вернее обратиться к лечащему врачу за его рекомендациями при заболеваниях аллергия вы должны знать что аллергия даже при удалении симптомов может исчезнуть не сразу потому что это аутоиммунные циклы развития гуморальные циклы воздействия то есть это может происходить допустим сегодня приняли препараты помочь вам сможет дня через два случае если это ангина допустим то ангина сопровождается активным болезненным состоянием в носоглотке активным болезненным состоянием в горле и активным болезненным кашлем с высоким и большим выделением мокроты